Ну и наконец вершина. И тут, ребятушки, у нас такой забористый специалист, что даже нам, профессионалам, сложно удержаться от меткого китка чем-то весомым прямо в центр монитора, где через несколько минут появится Морда Мордана. Морда Мордана – это не веселое африканское словосочетание типа Акуна Матата. Это мрачный российский сотрудник Министерства правды. Морда Мордана сейчас представит нам всем эталон двоемыслия. Вот чётенько таким, каким его описал Орел. Двоемыслие – это способность верить во взаимоисключающие вещи. Помните, ключевым словом новояза и примером двоемыслия было слово «белочёрный». Оно означало привычку нагло, вопреки фактам, настаивать на том, что чёрное – это белое. А самое раздражающее – не-не-не, просто приводящее в бешенство – это то, что Морда Мордана избрала этот метод для описания одной из самых больших трагедий этой войны. Удар расистскими планирующими бомбами по строительному гипермаркету в Харькове. Выходной день. В час пик. Закройте двери. Предупредите детей, чтобы они не слушали, что родители сейчас будут бормотать и почему они будут сидеть с таким злым лицом. Потому что это реально за гранью. Попала бомба в Харькове, в строительный гипермаркет. Реакция украинской стороны, в принципе, прогнозируема. Они радуются, как дети. И говорят «слава тебе!» Не, они не говорят «слава тебе, Господи», они другой веры. Я не знаю, как они говорят. Они говорят «как хорошо! А где-то упала русская бомба, сейчас мы это разгоним». И потирают свои ручонки. И бегут разгонять. То есть он уже просто даже не отрицает, что бомба попала тупо в гипермаркет. Никаких рассказов нету там о технике, которая хранилась в гипермаркете и чем-то еще. Но надо же как-то ситуацию все равно выкручивать. И вот они рассказывают, что Украина этому радуется. По поводу, кстати, веры, мне кажется, это вот это вот чудо, оно какое-то другое веры. Но оно непонятное. Непонятное, да-да-да. Я говорю сразу, что к всем верам мы относимся абсолютно одинаково, с огромным движением. Но у этих всех, у них одна вера – золотой телегресс. То есть они на него типа молятся. Ну просто что-то рассказывать, я не знаю, какой веры украинцы. Украинцы гораздо более верующая нация, кстати, по всем вопросам, чем те, кто живет на территории Российской Федерации. То есть это всем далеко известный факт. Именно поэтому, кстати, Московская Церковь так цепляется за Украину, потому что у них тут было большее количество приходов, чем даже в России. Это по поводу вообще веры и по поводу, как любят говорить, Путин традиционных ценностей. Получается, что он рассказывает это в стране, в которой с этими ценностями огромная проблема. В плане религии, верований и так далее. Ну а так, это явка справедной. Да, мы бахнули по эпиценту, да, там вообще не было... Это явно же был целенаправленный туда. Не какой-то там случайный пролет, не сбитая ракета. Это именно попадание, которое туда было направлено. Ну вот на третий год войны они уже не скрывают, в принципе. Ну а что скрывают? Видимо, нет никакого смысла, поэтому они называют вещи своими другими именами. Это прекрасно в ГАГе очень применится, в том числе для этого типа журналиста. Абсолютно верно. И этот пример я взял для того, чтобы показать, насколько вообще в принципе в оруэлловском мире, в квази-оруэлловском, да, оруэлл, он бы похолодел, у него пот бы холодный по спине потек, если бы он видел, во что превратилась Россия и во что превратилась Российская Федерация. От того, насколько это реально квази-оруэлловский мир. Перевернутый с ног на голову. Украинцы, которые публиковали фотографии ребенка, сдававшего тест ДНК, потому что его отец работал в этом супермаркете. Украинцы, которые, ну для которых это еще одно подтверждение той трагичности, трагичности тех времен, которые мы ведем сюда. По словам этого идиота, волчья сыть, травяной мешок, хотел сказать матерно, но скажу вот так вот. Тип радузы. Кто видел хоть одного радующегося украинца? Кто? Мы не раскручиваем, мы публикуем документальные кадры. Раскручиваете вы чаще всего фейковые видосы, снятые плохими и псошниками. А мы показываем исключительно правду. И ничего кроме правды. Перед Богом и перед людьми. Ну и собираем, понятно, на помощь. Это важный очень момент. У нас общество на такие вещи реагирует всегда очень быстро. И компания реагирует очень быстро. Потому что это трагедия. И всем миром эту трагедию справить гораздо легче. Ну, россиянам это просто не понять. У них совсем другие принципы. И они почему-то... Вот для них это было бы, как они раскручивали, помнишь, вот эту тему в Белгорода, да, где там в подъезд. Типа что-то попало. Сами паблики написали, что это вообще похоже либо на подрывы изнутри, либо это прилет просто со стороны россиян. Вот они это смаковали. Они вот это смаковали, выкладывали эти видео, там, о крушении, там, каких-то тел и так далее. Для них это был, как они считали, какой-то очень важный информационный повод. Для них же это все исмекается такими понятиями. В конце концов, Скобеева же это прямо говорила будущим журналистам. Что неважно, какой факт, важна интерпретация, важна, как мы ее покажем. То есть это самое главное. Вот они живут по таким заветам. Ну, обвинять в чем-то таком украинцев, это, конечно, очень примитивно. И опять-таки свидетельствуют просто о бессилии их, в плане, там, что-то реальное противопоставить тому, что происходит. Ну что там, мониторы выжили? Дети не бегают по квартире, выучив новые слова, а? Ну вот и славненько. Хочется кого-то убить и не кого-то, а совершенно конкретных персонажей, сотрудников российского министерства правды? Я понимаю. Эту силу, ненависть это огромная сила. Лучше всего канализировать в донаты на ЗСУ. Конечно, если вы смотрите нас в России, сделать это надо максимально безопасно для себя, там, через скрипту или как-то еще. В общем, не сдерживайте себя в деле поиска безопасных способов помогать вооруженным силам Украины или отрядам вооруженной российской оппозиции. Потому что на самом деле, вот только вооруженные силы Украины, РДК и Легион Свобода России стоят между вами и превращением Российской Федерации уже в настоящую океань. Орловскую, не только в пропаганде, но и в остальных областях. Чтобы не попасть в министерство любви, донать на РДК и Легион Свобода России. До следующей недели. И следующего хит-парада. Лучшая пропагандистская пятерка.